Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков и сегодня ночью в CSGO вышел новый кейс. Мы знали, что там будет, мы знаем художников, которые нарисовали скины. Напоминаю, что каждый человек, который нарисовал скин и его приняли в игру, получил 100 тысяч долларов. Из 17 человек 9 из СНГ. Я уже делал интервью с ними, если вам интересно, посмотрите, как это у них все пришло в голову, их предыстория и какие у них будут планы, все в этом ролике, он у вас в подсказке прямо сейчас, можете посмотреть. Ну а сегодня я буду открывать кейсов на 800 долларов. Ну а также я позвал двух художников скинов этого кейса. Молодые люди, очень важное упоминание. Многие люди по-настоящему забывают подписаться на канал, но смотрят ролики. Пожалуйста, сделайте сейчас подписку и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать ролики, это очень важно. Ну а также спасибо за лайк этому ролику, я думаю мы сможем набрать 15 тысяч, если вы ждете продолжения. Ну, на самом деле кейсы обычно так много не набирают, если нет какой-то мотивации. Но посмотрим. Ну самое главное, что я позвал в этот ролик людей, которые нарисовали скины из этого кейса, мне кажется это просто легендарно. Прямо сейчас у вас на экране человек, который нарисовал скин М-ку, Night Terror. Помнишь, ты рассказывал, что у тебя была вторая версия, а они добавили в итоге какую версию? Исправленную или первую? Да, я исправил, они в итоге добавили все-таки исправленную, это вообще хорошо. Это было сложно до них достучаться? Да нет, они же вот написали сразу, типа, можете там писать любые вопросы, вот мы им все сразу и написали вопросы. Я говорю, вот, надо поправить, они такие без проблем, можешь скидывать, типа, скин, обновлять и так далее. Ну я обновил, говорю, вот, ребята, обновил, они ничего не ответили. Ну в итоге я боялся, что не возьмут, но все-таки изменили все, взяли, круто вообще. Будут главные вопросы, это сколько времени занимал процесс согласования с Valve, когда вы поняли, что все, окей, можно ждать кейс. И сколько было вообще у вас сообщений? Одно сообщение было только. Мне поздравили то, что я победил, и все. Я им написал 30 вопросов, и мне ответили ровно на ноль. А, хорошо, и получается, сегодня в дискорде человек, Акеюша, который нарисовал скин XM 1014 зомби offensive. Привет, Акеюша, еще раз. Здорово, здравствуйте, здравствуйте. Если что, чтобы вы бы поняли, кто это такой, я вам покажу скин, который он сделал для моего канала, вот он. Я сейчас задумал, что будет красиво, бро. Я уже, не знаю, гордиться за наших СНГ людей после таких работ. Я не знаю, как твой скин попал, бро, после такой работы. Мы это обсуждали уже с тобой. Я считаю, он шикарный, мы тебе скин нарисовали. Вам, получается, выплатили 100 тысяч долларов в том году еще. Да, да. Ребята успели это сделать. Как вы потратили первую сумму? Новый год отметил, денег нет больше. Ты был в говно? Я только сейчас начал выходить потихоньку. Из говна, да? Мадара, кроме того, что сейчас на баре, как ты еще потратил денег? Ну, больше никак. Ну, я максим чистый себе купил. У меня были в Apple Watch. Нас обыкрали перед отцептом. И украли мои чистые. Я просто купил себе их опять, и все. Где тебя украли? У тебя украли. В каком городе это произошло? В Москве на 500 тысяч рублей вынесли мне хату. Ты серьезно? А ты занимался вопросом? Это после интервью с шоком, да? Поэтому люди не хотели показывать свои лица и так далее. Понятно. Все, давайте открывайте, давайте. Первое открытие. Каждое открытие стоит 12 долларов. Это около 800-700 рублей. С учетом того, что творится сейчас с рынком, когда выйдет ролик, наверное, это уже будет 1000 рублей в открытии. Так, слушайте, ну мы открыли уже три кейса, да. И все разные скины дропы. Смотри, мы сейчас всех соберем. СНГшных, кстати. Мадара, я могу тебе попросить рассказать повторно про Бали? Сколько ты зарабатывал одной татуировкой в Москве и сколько на Бали? Да, здесь, типа, просто намного дороже из-за того, что тут много австралийцев. И тут цены совсем другие, там, 200-300 долларов за час работы. Можно было, там, одну розочку за 40 тысяч рублей делать. Получается... В Москве 2015. То есть, получается, ты скамешь людей, и тебе нравится? Ну, я же перестал это делать. Меня, людям же тоже нравились. А сколько вообще уходит денег на татуировку? То есть, потратить именно на всякий инструмент для этого? На ресурсы? О, ну, самый главный ресурс — это 10 лет опыта, мне кажется. Вот, а все старикное — это уже так, и потом по мелочи. Не так очень много выходит. Еще студия, там... Ну, то есть, тут же много все вложено в татуировку, на самом деле. Не просто, типа, ты картинку делаешь. В студии, ты там делал ремонт сам, у тебя там оборудование дорогое. Ты 10 лет еще татуировки при этом делал, учился, там... Ну, короче, в одну татуировку вложено дофига. Да, я тоже не делаю больше татуировки. Я очень устал от этого. О, есть! Слушайте, типа, 3000 рублей, 3000 рублей. Мне было интересно, как вот этот мигает. О, нет, нет, что это было? Сейчас, ну-ка, покажи. А, вот, вот это мигает. Светом вот это. Это должен, да, мигать, а вот это сзади, это косяк вообще. Вот это, да? На самом деле, этот косяк, я знаю, что это, это на магазине, короче. Оверлап его надо удалить, и тогда запекаться будет нормально, без вот этой дичи. Стоп, ты сейчас серьезно говоришь, что это баг. Все, 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 все. Да, то есть русским языком это баг, который исправят? Нет, это баг, который просто пацаны не смогли почему-то исправить, хотя им нужно было удалить просто детальку одну на магазине, и тогда все запеклось нормально. Просто пацаны не знают, видимо, как это исправить. Небольшая рекламная интеграция, мы на сайте джидроп, и здесь уже через две недели примерно выйдет новый кейс, и скины можно выбить будет отсюда. Вышел новый новогодний мет на джидропе, и у меня есть 13 тысяч скин-поинтов. Я нажимаю обменять, и теперь у меня их ноль. Мне выпал скин за 4 тысячи рублей, то есть я обменял свои монеты, и получил 4 тысячи рублей на живой кейс, погнали. Учитывая то, что я сегодня продал нож, чтобы открыть эти кейсы, мне нож нужен, и я думаю, с этим ножом я покатаю. 8 650, надеюсь, что я смогу это забрать прямо сейчас. Пока забирается скин, хочу напомнить, что есть сейчас активный ивент. Открывая кейсы, вы можете выбить токен. Эти токены вы можете ставить здесь, и дальше начинается рулетка с бесплатными кейсами. И нож мне пришел. Да, просто красота, теперь у меня есть нож. Хоть что-то теперь у меня есть. Я серьезно, я продал свою бабочку. Окей, уж ты начал рисовать новые скины? Я мультик рисую, но я пока нет. Ты перешел к мультикам обратно? Мне пока не до скина. Ну, так да. Вау. Короче, ваша цель остается у обоих, это роялти, да? Да. Реялти, сэксер. Хочу напомнить, что ребята не получают роялти с этого кейса, то есть они получили 100 тысяч долларов, и все, на этом заканчивается история. В случае роялти, ребята получали бы доход от каждого открытия кейса, да? Или от каждой покупки кейса, как это работает? Да. Каждое открытие, да? От ключа, ключа от покупки ключа. Все, шикарно. Так, слушайте, тем временем мы открыли уже 20 кейсов и выбили, знаете что? Ничего. Нет, нет, нет. Ладно, ни твоего скина нет, ни моего скина нет. Да, ни одного вашего скина, это ужас, это неадекватное совпадение. Тебе нужно перезаписывать ролик с другими, короче, чуваками. Так, кто калаш нарисовал, нужно с ним связаться. Я хочу показать новый скин, который ты нарисовал, Мадара. Вот новый скин Мадары в стиле бластеров. Слушай, ну, он же похож на тот скин, который может быть в игре. Я думаю, они, слушай, сейчас вот начали все делать вот эти вот скины. Игрушечные? Игрушечные похожи, да. Мне кажется, один у кого-нибудь добавит. С учетом того, что Мадара сделал почти все оружие, вот дегл, он под 9, дегл. Ну, дегл, наверное, больше похож на правду. Слушай, тем временем мы в говне. Ну, точнее, наверное, я в говне. Да. Я в говне, я же не на Бали. О, да ладно, даже сейчас ничего не выпало. Ни единого вашего скина. Что за рофу? Если что, я продал нож, который стоит 1000 долларов, чтобы открыть эти кейсы. Представляете? Ты давай еще, давай еще продавай. Там нож тебе, нож выпадет, отвечай. Он настолько хочет роялти, смотри. Значит, если бы мне реально, кстати, был роялти. Да, да, да. Покупай, все, покупай просто. Выпадет, выпадет, отвечай, блядь. Ты мне, Серега, Кося говорил. Ну, не мне, а вообще, типа, про то, что, когда вот только кейс выходит, как будто бы шансы увеличены на дроп. И можно даже красную чем-нибудь, типа, выбить спокойно. Ну, это что-то странно. Вроде как обычно обсервается. Хорошо, если он так говорит, значит, сейчас выпадет. Нет, нет. Вы, может быть, не заметили, но пролетела красная, не выпало. Ваш скин до сих пор не выпал. Я не знаю, что творится с этим кейсом. А не самые редкие, это мы красные, понимаешь? Это наш. Да. Я не знаю, что мне вообще падает какая-то сумма всего. О, наконец-то что-то фиолетовое. Все, сейчас, сейчас что-то из-за вашего, смотрите. Да, да, а, слушай, ну, хоть что-то уже. О-о-о. Отсюда. Какое, кажется? Вроде бы, немного по нож. А, нет, поспаливай. Последний кейс, ребята. Ну, не последний, но все равно. Последний. Не-не-не-не. Добавим драматичности. Последний кейс. Нет. Хотя бы калаш-то должен упасть. Так, погнали. Подниму не повезло. Да и ну, и ну, и ну, еще купишь. Не, я больше не хочу. Контракт с шестерами всего. Да нет, у тебя роялзи, успокоиться. Так, ну, все, по-паде. Два кейса осталось. 800 долларов. Вот нож исправят. Все, если я так уже... Вот сейчас, а чуть-чуть попозже, вот-вот вы сейчас. Понимаешь, что выпало это, выпало это, 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 это. Точнее, все выпало, кроме вот этого. Почему скин Мадары? Экземпляр. Эдемистируемых. Да. Всего 200 штук на мир. Поэтому, я думаю, тебе надо еще 10 кейсов покупать. Оу! Оу, откуда? Еее. Слушай, ну, а сколько она стоит? Слушай, ну, 12 долларов. После болевых испытаний, нормально. Оу! Дюд! Вторая твоя. А тоже, как они добываются. Да, они только в контракте падают. Оу! Это, это красиво. Это красиво. Я боюсь предположить, сколько он стоит. Я думаю, 45 долларов. 31. Очень хорошо. Все, смотрим. Сейчас может выпасть либо Фамос, Дуалберет. А, ну, они все дешево должны стоить. Ну, да. Я предлагаю понять и признать, что мы в говне. Точнее, мой кошелек в говне. Молодые люди, я думаю, что я продам эти перчатки сегодня. И как только цена упадет до 3-4 долларов, я открою еще 50 кейсов, а может быть даже 100. Вы придете на это открытие, Мадара и Акеюш? Давай сейчас, давай сейчас, ты же должен... Да нет, у тебя роялти! Никогда не сдавайтесь. Вот когда идите до последнего, ребята, каждому когда-то везет, как вот этим скинмейкерам, которые тоже потратили время. Вот, и они победили. Вот давай, вот эту речь задвигай и покупай еще несколько ключей. Да нет, у тебя роялти. Давайте посчитаем, сколько у нас денег. 26 плюс 30 на 50. Ну, 60 лан, 70. 80, 100, 115. 120 долларов мы заработали, а потратили 800. Ну, слушайте, что я могу сказать? Мы в говне. Это не конец, я думаю, мы сможем повторить такую историю. Надеюсь, не в таком результате. Но, я открою еще 100 кейсов, поэтому подписывайтесь на канал. И ставь колокольчик, чтобы не пропустить этот ролик. Я думаю, он выйдет через 2 дня, либо, может быть, даже уже завтра. Ждем понижения цены с кейс, потому что стоимость открытия сейчас очень завышена. Это бред. Нет у вас роялти, ребята, нет у вас роялти. Он так за самое больное просто. Сидит такой, нет у вас роялти. Пойдешь ролик снимать? Нет у тебя роялти. Пошли снимать ролик. А хочешь я роялти выдам тебе с этого ролика? Хоть где-то у тебя будет роялти. Всем пока.